Всем привет! С вами Костя Фолстон и сегодня я, как обычно, про футбол. Все мы знаем, что футбол бывает разным, в том числе и женским. Кто-то может сказать, что там не хватает скорости, борьбы и денег и так далее, и так далее. Но все-таки одно в нем есть – это красота. Сегодня мы вместе с вами и посмотрим на эту красоту. Кстати, если кто-то из девчонок вам понравится, можете смело переходить по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Фанспорт и поставить на ее команду. Женский футбол намного предсказуемее мужского, поэтому шансы есть. Ну и, конечно же, дождитесь конца ролика, там я сделаю свою ставочку. Посмотрим, повезет мне на этот раз или нет. Ну что, начнем знакомиться с девчонками. Первой будет одна из самых известных футболисток в мире – Алекс Морган. Мне кажется, что меня забросали бы камнями, если бы я не включил в этот список Алекс Морган. Ей уже 31 год, однако, как и все спортсменки, она выглядит очень хорошо. Интересно, что Алекс возвращается к большому футболу спустя 6 месяцев после рождения дочери. И если ей удастся заиграть на том же уровне, это будет настоящий подвиг. Идем дальше. Одна из самых мощных женских команд современности – Леон. Там играет француженка Дельфина Каскарина. Она 5 раз вместе с одноклубницами брала женскую лигу 1 и еще 5 раз выигрывала лигу чемпионов. Знаете, сколько ей лет? 23 года. 23 года, Карл! Ей всего 23, а она уже выиграла все, что можно в клубном футболе. Ну и конечно, как и любая спортсменка, она отлично выглядит. Следующая красотка – футболистка Санта-Клорита Блухит. Да, о таком клубе вы, пожалуй, даже и не слышали. Впрочем, как и я. Но суть не в этом. Мы-то тут не масштабы клубов собрались сравнивать, а девчонок. Зовут девушку Лоренци Сельман. Ей же 37 лет, но вы только посмотрите на нее. Пик ее карьеры пришелся на 11-12 год, когда она завоевала Олимпийскую бронзу в Лондоне и выиграла панамериканские игры. Еще одна красотка из американского клуба – Морган Рэй. Честно, глядя на ее фотки, складывается ощущение, что уровень ее физподготовки выше, чем у некоторых игроков РПЛ и УПЛ. Ей всего 25 лет, а она уже поднимала над головой международный женский кубок чемпионов, завоевала медали женской американской лиги по футболу и кубка. Хороший перечень для девушки. А следующей у нас будет одноклубница Морган Бриттани Уилсон. Девушке 23 года, и она защищает ворота Орландо Прайд. Любопытно, что присоединилась она к клубу только в 2020 году. Первым ее профессиональным клубом стал Колорадо Рэпидс, куда она пришла в 2019 году. Однако пандемия нарушила множество планов и клуба, и самой девушки. И она, конечно же, вызывала сборную США различных возрастов. Какая милашка, согласитесь? Ну что, кто-то вам уже пригляделся? Пишите в комментариях свою фаворитку, а мы идем дальше. Вернемся на Туманный Альбион. К слову, англичане задались целью не только лучшей мужской лиги в мире, но и женской. За лондонский арсенал там играет Лия Уильямсон, канонирша до мозга костей. Попала в систему клуба еще в 9 лет, и уже 14 лет защищает цвета этого клуба. На профессиональном уровне провела более 150 матчей, играя на позиции центрбека. Лучшая подружка Лии – Розея Алане. Удивительно, но она играет в составе заядлых паровоканониров – Тоттенхеми. Однако, по словам девушек, это ничуть не мешает их дружбе, и они вместе защищают цвета сборной Англии. Вот оно – горячее дерби северного Лондона. Вы только посмотрите на этих двух красоток. У девушек же всегда так. Красотки дружат со страшненькими, чтобы на их фоне выглядеть более убедительно. А в этой парочке я даже выбрать не могу, кто такую роль играет. Как думаете? Пишите в комментариях свое мнение. Ну а пока вы думаете, вот вам еще одна симпатяшка из мира женского футбола – Лики Мартинс. Ей 28 лет, и в 17-м году она вместе со сборной Нидерландов выиграла чемпионат Европы среди женщин. В том же году она переходит в Барселону и в конце все того же 17-го года получает титул лучшей футболистки Европы и лучшей футболистки мира по версии FIFA. Определенно, это был удачный год для Лики. А вот эта девушка – юная звезды Баварии Альфонсо Дэвиса Жардин Уитема. Она родом из Канады, а сейчас защищает цвета Paris Saint-Germain. Девушке всего 19 лет, и попасть в такой крупный клуб в женском футболе в столь юном возрасте само по себе достижение. Естественно, что она одна из самых ярких представительниц канадского футбола и вызывается в национальную сборную, где провела уже 32 матча и забила 13 голов. А знаете, что еще? Не было у нас здесь футболисток Эвертона, а зря. Мимо этой я просто не смог пройти. Знакомьтесь, Поппи Паттинса. Ей 20 лет, она только в 20-м году присоединилась к Ирискам. Играет на позиции левой защитницы. Кроме того, вызывается в сборную Англии до 21 года. Думаю, еще немного, и ее с удовольствием пригласят в основную команду. Ну вот, мы с вами и познакомились с 10 футболистками, но поберегите силы, впереди еще один заплыв. Куда же мы с вами без футболистки Манчестер Юнайтед? Правильно, никуда. Знакомьтесь, Джейки Грунер. Ей 26 лет, и она уже третий сезон играет за Красных Дьяволов. Интересно, что до 17 лет она профессионально занималась дзюдо, однако после выбрала футбол. В 17-м году, вместе со сборной Нидерландов, стала победителем чемпионата Европы. А теперь, знакомьтесь, одна из самых горячих девушек моей подборки. Форвард, сборная Швейцарии и Весхэма, Алиша Лемон. Ей 22 года, и свою карьеру она начинала в Швейцарии. В 18-м году, после юношеского чемпионата мира, ее заприметили скауты из Весхэма и предложили контракт. Девушка согласилась и помчала в Англию. К слову, она крепко состоит в отношении с форвардом женской команды ПСЖ Рамоной Бахман. Такую, как говорится, стоит бояться, если хотите отбить ее девчонку. Переносимся в Испанию, а там нас неожиданно встречает Надя Карпова. В 16-м году она стала единственной девушкой, которая попала в список и их выбрал Месси. Это такой проект от Adidas и Лео, где аргентинцы выбирают 10 лучших молодых игроков планеты. И Надя в него попала. Тогда она выступала еще за Чертанова, однако вскоре переехала в Валенцию, оттуда в Севилью, а сейчас защищает цвета Эспаньола. Ну и напоследок, дорогие мои подписчики, познакомлю вас с Ксенией Коваленко. Сейчас она состоит в отношении с Глушаковым и играет за женскую команду ЦСКА. Почти 7 лет вызывается в сборную России, из-за которой провела 13 игр. Девушка прямо максимально эффектная и очень красивая. В 14-м году она, между прочим, вошла в топ-100 самых сексуальных девушек планеты. Денису определенно повезло, да еще и интересы совпадают на все 100%. Просто идеальная девушка, согласны? Пишите свое мнение в комментариях, будет интересно его узнать. Ребята, вы себе даже не представляете. Я уже выиграл два раза подряд. В прошлый раз 3,5 тысячи мне принес Атлетико Мадри. Но сегодня я решил поставить на матч Лиги 1 чемпионат Франции. Итак, я поставлю на ПСЖ Монпелье на победу ПСЖ. Поставлю 2000 рублей. Ваша ставка принята. Ждем результат. Ну а мне пора с вами прощаться. Не забудьте поставить лайк, если это видео вам зашло. Подписаться на мой канал и поставить колокольчик, точнее нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий видос. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok